Представьтесь пожалуйста Под Исаул Никитин Позывной Сочи Даже не боюсь, что укропы это услышат Это для него Я уже вызывал Сейчас стоим на том самом мосту, где 9 числа происходил бой Где было нападение Ну не нападение, скажем так Интересная группа Польского происхождения Два джипа выехали Обстреляя с нашего поляки Как вы определили, что это были поляки? Во-первых, у них познавательные знаки были Во-вторых Если выезжает группа в военном снаряжении И обстреливать То нетрудно определить Но они делали что? Они сначала стреляли и начали уходить Машинами блокировали мост То есть все движение перекрыли Вот там Вот примерно где идет вот та машина Перекрыли мост И Начали нас обстреливать из подствольника Какие результаты боя? Сколько этот бой длился? Ну полностью вообще Нет С ними длился 15-15 минут Это коррозитик будет Но вообще 5-6 часов продолжалось Потому что мы начали обстреливать Один из нас И наметов Ну Всего техники, которые там есть Ну что здесь тоже вот Стреляли наши позиции Разные данные о потерях Вот вы какие можете сказать? Потери я сразу скажу Один двухсотый Три трехсотых Ну то есть переводя на обычный язык Со стороны ополченцев Один погибший А со стороны противника вашего? Ну Я вам сразу скажу Поделёнка уже по всем данным Это около трехсотых лежит Ну и там еще То есть это то, что местные жители вам рассказывают? Да Когда они подъехали В них сразу подбили двоих Ну мы же тоже не можем знать Двухсотые, трехсотые Во всяком случае я оттуда видел Один полз Ну они своих утащили Угу К ним пришла поддержка Там Вот подаёна Лешко Угу Со станицы И Они их вытащили Угу Мы когда их ходили добивать Нарвались из усадок У нас надо было Поста Снайперши, которые приехали У них там есть штормовое такое торнадо Угу Угу Они Вот как раз Одного нашего Пострели в голову У раненых сатер И Остальные были раненые Из автомата Это вот Ну погибшие С позывом моряк Насколько я знаю Моряк, да Хороший друг И И В общем у нас была Одесса одна группа Но Сейчас теперь Будем искать уже по-другому Угу Тех же это Кто был В это Особо так Палили из автомата Угу У меня тоже пули свистели Ну Слава Богу Сейчас Сейчас Какая Обстановка Прошло Два дня Сейчас Как бы Были после этого Какие то Перестрелки Так нету Но За некоторым данным Там Есть Которые действуют Учерк 16 Маскала Так Со всем вооружением Ну Вот Они сейчас Реально За нами То есть Мы любой момент Ждём их С двух сторон От Железнодорожного моста Могут пройти к нам И здесь брод есть Вы имеете ввиду Через Северный Донец Да Здесь Они по мосту Не могут Потому что лёд Не даёт Ну вернее Льда то нету Но Есть же Задорожный мост Километре отсюда Вот по нему Они могут пройти Там есть конечно Позиции наши Ну вернее Не казачьи Но Министерство обороны ЛНР Но Мы всегда На блокпосту Здесь Стоим Как вот вы Человек Так сказать С передовой Оцениваете сейчас Ситуацию Вот говорят С одной стороны Перемирие То есть Я вам скажу сразу И даже Перебью вопрос Перемирие не может быть По-любому Если бы оно было Тогда Когда начались Эти события Я уже Я говорил Какому-то корреспонденту Сейчас Люди и сами Если мы Перемирес Люди нас не поймут Просто По-любому Потому что Все разграблено Есть Биты Насилованные Девушки Если взять Станицу Там Они практически Заходят Как себе Домой Хотя По договору Было что Станица Должна быть Нейтральна По первоначальному Да Начальному Вообще Вот их Должен быть Их пост Все До этого Он сейчас Где-то около двух километров До него А Станица Она Должна быть Нейтральна Но они в него зашли Они ездят сюда Грабят Наших ребята Получается В квартиры вычистили все Тем кто нам помогает Есть доброжелатели Которые встречаются Ну доброжелатели В кавычках Ну да Ну это естественно Вы как Я же говорил В Великой Отечественной Вы Но такие же Вы То есть все повторяется История Она как по спирали развивается Угу А Людей наши Которые по облачению Они все дома Уже расправлены Разбиты И Все вынесены И заходят Как семьи домой Даже люди там Которые живут Они В любом случае Как вы оцениваете В военном отношении Кто сейчас сильнее И Как бы На ваши Прогнозы Потому Ваши ощущения Раньше говорили Что Ну там Можно будет быстро Освободить Там Донецк У Луганской области У них раньше было Превосходство Где-то раз в два Числено А ну Техники Тут Ну Все данные Я не вижу Но все равно Люди приходят И Поэтому я думаю Отобьемся Во всяком случае Через пост они Наши не пройдут То есть Скажем так Вы Продолжаете верить Что в конечном счете Вот Там территории Донецкой Как минимум Луганской области Будут Освобождены Они не пройдут В любом случае Потому что И приезжают люди Вот из России Как я приехал Я 16 лет назад Ушел в запас Но я приехал К своим Родственникам Сюда За Чеченом Я думаю Что таких людей Будет больше и больше Но не обязательно Регулярные войска Тут и нам Хватит сил Обучить ребят Которые Умеют Чему-то Ну Военным действиям Во всяком случае Вот на блокпосту Все обучены Теми средствами Которые У нас есть На вооружении Я не буду перечислять Все ребята Обучены Вот Последний Наверное вопрос Говорилось о том Что Зима И вообще перемирие Плохо действует На моральный дух Ополченцев Вот Вы Что можете на это сказать Ничего Есть у нас Это Ребята Которые помогают Во всяком случае Термобелье Есть Балин Ну Понятно Все мы Согреты Все мы Ничего страшного Нет То есть Никакого морального духа Упадка Нет Моральный упадок Может быть только в том Когда люди нам верят Креставры А пока В нас верят И нас очень просят Уже их освободить И от ближних От станицы И дальше Кто едут люди Они все Когда мы придем Ну Здесь уже Говорится Нет Надо Зависит Мы-то всегда готовы Хорошо Спасибо Большую Удачи 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 Удачи